Для страны молодец, для противника скальпель, ВПК Боевой железнодорожный ракетный комплекс, БЖРК, РТ-23УТТХ Молодец фото сайта конструкторскому бюро специального машиностроения, 70 лет сложнейшие пусковые установки, уникальные платформы для транспортировки космических аппаратов, антенные комплексы, сверхмощные железнодорожные краны, не имеющие аналогов контейнера для хранения ядерных отходов, далеко не полный перечень разработок конструкторского бюро специального машиностроения, но и он свидетельствует о поистине безграничных возможностях коллектива предприятия 21 марта 2015 года конструкторскому бюро специального машиностроения исполняется 70 лет Основанное в марте 1945 как морское и артиллерийское центральное конструкторское бюро, МАЦКП, предприятие было нацелено на проектирование и обеспечение изготовления новых видов корабельного и берегового артвооружения для военно-морского флота Первым начальником предприятия стал генерал-лейтенант инженерно-технической службы, известный конструктор и ученый И. И. Иванов В тяжелые годы войны он собрал под своим руководством лучших специалистов страны по морской и береговой артиллерии Соратниками Иванова стали крупные ученые, главные конструкторы Е. Г. Рудяк, Д. Е. Брель, Б. С. Коробов, А. А. Флоренский 40-е. Послевоенные артиллерийские Характерной чертой планов этого периода являлась разработка проектов морских, береговых и железнодорожных артиллерийских установок Начиная от 45 мм автоматов до 46 мм башен и железнодорожных транспортеров Боевой железнодорожный стартовый комплекс, созданный в КБСМ в 80-е годы, не имел аналогов в мире Среди наиболее значимых разработок специалистов МАЦКП, сданных на вооружение начиная с 1945 года Минус первой в стране 100 мм двухорудийная палубно-башенная стабилизированная артустановка СН-5 Около 40 лет находившаяся на вооружении ВМФ 130 мм двухорудийная палубно-башенная установка СМ-2 для эсминцев 152 мм трехорудийная корабельная башенная установка МК-5 Являвшаяся главным калибром легких крейсеров типа Свердлов За выдающиеся заслуги в деле развития морской артиллерии и успешное выполнение заданий правительства по разработке образцов морского артиллерийского вооружения МАЦКП награждено в 1947 году Орденом Ленина В 1948 приказом министра вооружения СССР МАЦКП было переименовано в Центральное конструкторское бюро номер 34, ЦКБ-34 Разработанные предприятием во второй половине 1940-х артсистемы и командно-дальномерные посты по своим тактико-техническим показателям превосходили зарубежные образцы и длительное время эксплуатировались военно-морским флотом СССР 50-е Первые стратегические предприятия продолжало активно заниматься артиллерией вплоть до 1953 года, то есть до начала развертывания в стране ракетных проектов Последняя работа ЦКБ-34 по артиллерийской тематике Качающаяся часть Механизм наведения и заряжания для 406 мм самоходного орудия особой мощности СМ-54 конденсатор, а также двухорудийная 100 мм автоматическая установка СН-52 для вооружения крейсеров и сторожевых кораблей С 1954 года предприятие начинает менять профиль Одним из главных направлений деятельности становится создание пусковых установок и технологического оборудования для ракетных систем армии и военно-морского флота В 1950-е АЦКБ-34 разработала и сдала в эксплуатацию первые в СССР пусковые установки ПУМ для надводного и подводного старта стратегических ракет с подводных лодок С 1955 года на предприятии начатой работы по созданию первых ПУ для старта крылатых и зенитных ракет с надводных кораблей и подводных лодок военно-морского флота Корабельная пусковая установка СМ-70 для старта крылатых ракет, разработанная в ЦКБ-34, стала главным вооружением ракетных крейсеров типа «Грозный» Впоследствии ПУ для крылатых ракет разработки ЦКБ-34 были оснащены тяжелые крейсеры ВМФ типа «Киров» В 1950-е годы специалисты ЦКБ-34 приступили к созданию пусковых установок для первой в СССР мобильной ракетной системы С-75 «Двина», предназначенной для борьбы с воздушными целями на средних и больших высотах Именно этот зенитно-ракетный комплекс прервал полеты американских разведывательных самолетов, безнаказанно бороздивших небо над нашей страной 1 мая 1960 года на Цверловском на высоте более 20 километров с помощью С-75 был сбит самолет-разведчик У-2, пилотируемый агентом ЦРУ Фрэнсисом Пауэрсом Но триумфом ЗРК С-75 «Двиной» стал Вьетнам В 1965 году впервые в истории ракетного противовоздушного боя за один день были уничтожены три истребителя типа «Фантом» Отличились дивизионы С-75 А за всю войну ВВС США потеряли во Вьетнаме от зенитно-ракетного огня около тысячи реактивных самолетов Пусковые установки в составе комплекса С-75 различных модификаций показали свою эффективность и вплоть до 1988 года поставлялись в 27 стран мира Для зенитных комплексов С-125 Нева, предназначенных для перехвата целей на низких высотах, специалистами ЦКБ-34 разработаны спаренная, а позднее четверенная пусковые установки Эти ПУ в течение 20 лет изготавливались крупными сериями и поставлялись в армии стран Варшавского договора Система прошла проверку во многих конфликтах, показав высокие боевые качества Так, в 1999 году в Югославии был впервые сбит самолет США F-117A, созданный по технологии Stealth В конце 50-х годов для ПВО страны создается автоматизированная ЗРС дальнего действия С-200 «Ангара» Коллектив ЦКБ-34 разрабатывает комплекс наземного оборудования, обеспечивающего предстартовую подготовку и пуск Ракета, запущенная с наземного оборудования, могла поразить воздушные цели на дальности до 240 км Все важнейшие объекты страны находились под ее защитой В дальнейшем были разработаны стартовые и технические позиции ПВО для системы С-200 «Дубная Вега» с улучшенными ТТХ В 1959 году предприятие возглавило М. Шахов, крупный специалист по созданию артиллерийской техники Начало его деятельности как руководителя совпало с созданием в стране нового вида вооруженных сил, ракетных войск стратегического назначения Главной заслугой Шахова является перепрофилирование предприятия на создание совершенно новой военной техники 60-е Шахты и звезды В 1960 году в СССР были начаты работы по созданию шахтных боевых стартовых комплексов для межконтинентальных баллистических ракет С этого времени начинается многолетнее творческое содружество Центрального конструкторского бюро номер 34 СКБ «Южное», руководимым М. К. Янгелем Постановлением правительства ЦКБ-34 было привлечено к разработке стартовой позиции Шексна для двухступенчатой баллистической ракеты первого поколения Р-16 Первое поколение представляли комплексы с групповыми шахтными пусковыми установками Ракеты заправлялись непосредственно перед стартом с помощью оборудования, входящего в комплект стартовой позиции Работа по данной тематике послужила началом специализации предприятия как головной организации по созданию стационарных и подвижных стартовых комплексов последующих поколений баллистических ракет, которые стали основой ядерного счета СССР В 1966 году приказом министра общего машиностроения СССР Центральному бюро специального машиностроения присвоено новое наименование Конструкторское бюро средств механизации КБСМ В этот период в коллективе создаются одиночные стартовые комплексы для второго поколения баллистических ракет Удается сократить время на подготовку и пуск ракет с нескольких часов до минут, добиться повышения живучести, упростить эксплуатацию вооружения В 1967-м принят к серийному производству ракетный комплекс ОС-67 для тяжелых МБР В 1969 году за разработку и успешную сдачу в эксплуатацию ракетно-космических комплексов для РВСН, ВМФ и войск ПВО предприятия награждено Орденом Трудового Красного Знамени С началом регулярных запусков искусственных спутников Земли в стране началась эра космических исследований КБСМ становится лидером по проектированию и эксплуатации металлоконструкций, механизмов антенных установок для связи с орбитальными объектами С начала 60-х и вплоть до конца 70-х годов под руководством главных конструкторов Б. С. Коробова и И. Н. Князева были созданы десятки различных по назначению наземных и корабельных антенных установок Прецизионное опорно-поворотное устройство для оптических телескопов и оптико-электронных систем контроля околоземного пространства Среди них, два крупнейших в мире полноповоротных 70-метровых радиотелескопа, установленных в Крыму и в Приморском крае А также самый мощный в Евразии 6-метровый зеркальный телескоп, долгое время остававшийся непревзойденным по своим характеристикам Во всех без исключения отечественных космических программах, начиная с полетов кораблей с человеком на борту Минус Восток, Восход, Союз, Салют, Прогресс, Мир, Вега, Венера, а также международных Минус Союз, Минус Эполлон и многих других Надежная связь обеспечивалась наземными и корабельными антеннами, разработанными КБСМ 70-е. Для будущих поколений, в КБ Южное, возглавляем МВ Ф. Уткиным, создаются МБР тяжелого и среднего класса третьего поколения Для этих ракет в КБСМ разрабатываются принципиально новые стартовые комплексы с минометной схемой старта В 1974 предприятие возглавил С. П. Ковалис, руководитель новой формации с разносторонними способностями инженера, конструктора, организатора При нем предприятие окончательно оформилось как своеобразное научно-техническое объединение самостоятельных специализированных комплексов со своей тематической направленностью способных вместе решать широкий спектр задач по обеспечению РВСН, ВМФ, ПВО На испытательном полигоне предприятия и площадках Министерства обороны отрабатываются новые технологичные и конструктивные решения по газодинамике старта ракет защитным устройствам, системам амортизации и ДР Стартовый комплекс для ракеты 15А14 становится основой для всех последующих тяжелых МБР, в том числе 15А15, 15А16, 15А11, 15А18 Первой половине 1970-х в КБСН также создаются пусковые установки крылатых ракет для третьего поколения ракетных крейсеров и подводных лодок На полигоне предприятия проводятся экспериментальные исследования по отработке газодинамики старта, гидрогазодинамики пусков ракет из-под воды На натурном газодинамическом стенде проходят ресурсные испытания Коллективом КБСМ создаются новые стартовые установки для ракетных АПЛ-проектов 949 Гранит и 949 Антей Комплекс пукрылатых ракет «Базальт» для авианесущих противолодочных крейсеров типа «Киев» Палубная пукрылатых ракет «Вулкан» для ракетных крейсеров типа «Слава» Подполубная пукомплекса «Гранит» для тяжелых атомных ракетных крейсеров типа «Киров» С 1975 года организация ведет разработку и изготовление унифицированных систем охраны объектов, территорий, транспортных средств, зданий и помещений Интегрированное решение может включать несколько уровней контроля, а также при необходимости средства пожаротушения и автономные источники электроснабжения В 1976 за создание нового поколения ракетных комплексов и другие работы, включая оборудование для космической связи, КБСМ награждено орденом Октябрьской революции Восьмидесятые Всемирное признание В 80-е годы КБСМ как головной организацией и разработчиком создан не имеющий аналогов в мире боевой железнодорожный стартовый комплекс 15G61 «Молодец» По терминологии НАТО минус «Скальпель» В тот же период коллективом предприятия сдан на вооружение шахтный стартовый комплекс высокой защищенности для тяжелой ракеты 15А18М воевода, по классификации НАТО минус «Сатана», не имеющий аналогов в мире и занимающий значительное место в группировке РВСН России Для космических войск КБСМ разработало технологическое оборудование для сборки системы энергия минус «Буран», а также железнодорожный вагон для транспортировки космических аппаратов Для войск ПВО в КБСМ создан ряд ПУ, в том числе пусковая установка лучшей отечественной зенитно-ракетной системы С-300, превосходящей зарубежные аналоги Экспортные модификации этих ЗРС находятся на вооружении во многих странах мира и заслужили всемирное признание своей надежностью, повышенной живучестью в условиях боевого применения В 1987 году предприятие возглавил Н.А. Трофимов, видный специалист в области создания ракетно-космической техники